Меня терзают. Знаете, какие сомнения? Для чего брать дыхание там, где есть возможность петь две фразы на одном дыхании? Вот объясните мне, зачем? Чтобы не уставать. Ну, извините. Очень сильно. Я считаю, что для голосоведения, для такой вот подачи, для, опять же, позиционности сохраняется. Звук окрашивается все. Можно спеть на одном дыхании. Нет, мы все рвем. Как тузик-грилку. Все рвем. Кого-то не хватает. Ну, у нее хватает. Диана, у тебя хватает. Все, я туда ушла. Все, старай, чтобы я твои глазки рву. Давай. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я говорю, они как выходят на сцену, они все, они забывают о голове, они начинают... Я все смогу, я все сделаю, не забывай. Здесь наоборот, здесь нужно очень хорошо все методично продумать. Здесь надо продумать. Как вы умудряетесь в этой паузе перед дыханием опять и губы обрезать, и о чем-то подумать? Вместо того, чтобы ноту качать, ноту петь. Почему? Почему идет такая замена? Я не понимаю. Ты показываешь свой голос, красоту своего голоса. Ты просто оттяпываешь у себя частично этот звук красивый. Ты просто его взяла, а чек-рыжа, как кусок колбасы. Ох, и все. Дала нам с Александром Валерьевичем меньше, чем мы хотели бы. А, мы даем больше. Ты хорошо спела, ты умничка, при всем при том, у тебя все, харизматичность, все, молодечек. Но вместо того, чтобы продлить эту ноту, дай любую. Ты умудряешься ее закончить, подготовить рот к дыханию, облизнуть губы и начать петь. Как это вот? Умудряются они так, а? Вместо того, чтобы продлить ноту, потом добрать воздух и начать петь дальше. Но... В каком месте не получилось, сама помнишь? Насчет чего? Что не получилось петь? В какой момент? В какой момент? Где я пошел, да? Ты имеешь в виду то, что ты головой, что ли, или что? Да. То есть, ну, грудь, вместо головы. Толчка, понимаешь? Прямо нужно... Ты, вот знаешь, опять же, первый раз ты взяла, прямо конкретно пошла на пропалую. Но там у нас нотка рэ-бимоль, да? Первая. Да. Ты можешь ее взять. Еще можешь. Потому что ты микстуешь и рэ-бимоль и рэ тебе ешь. Тогда, понимаешь, это белтинговский уже прием. Это пение грудных нот в грудном... Ой, пение высоких нот в грудном регистре. Для тебя рэ-бимоль-рэ – это высокие ноты. Вот дальше идет ми-бимоль – однозначно только голова. Однозначно только голова. А здесь она и по контексту, она такая, ну, как кульминационно она стреляет, эта нота. Принцип белтинга – каков вообще пение высоких нот на грудном регистре? Что происходит? Очень хорошее опорное давление диафрагмы вниз. Посыл воздуха, толчок диафрагмы, расщепляем звук, при этом берем высокую ноту. А при этом берем высокую ноту. Которая уже выпадает из грудного диапазона, по идее. Но вот эти вот две, у кого три вот эти ноты, вот самые, да, вот, которые, когда идет переход уже 100% в головной регистр, у кого сколько нот? И многие западные певцы, они же поют на форсе. Это уже драйв, это уже звук форсируется. Ты же форсировала сейчас звук. Ты выталкивала диафрагмой в воздух, чтобы взять эту ноту. Взять эту ноту. Но если не толкнуть воздух, она, ааа, вот она какая сейчас. Ааа, я что взяла сейчас, какая нота? Ну вот, ми бемоль, да? Ре. Ре. Ааа, 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 ааа. Сейчас скажет, чему она их учили. Ты понимаешь, вот это было вот. У вас лицо же попреснее. Да потому что все, конечно, давление поднялось в голову. Ужас, ужас, кошмар. Да покраснеет. Когда ты поешь, водички сейчас поедут. Когда ты поешь, у тебя нет такого, понимаешь, но некоторые это поют так, умудряются. Умудряются, не хотят брать головой, умудряются вот так вот как раз и кричать. Это крик. Вот сидишь и пишешь, крик. Просто крик. Это же я сейчас орала. Не пела, а орала. Потому что когда мы кричим, допустим, что-то произошло с человеком. Говорим, ааа, ааа, ааа. Что я сейчас дала? Я давала сейчас выдох. Но я же тоже кричала. И никакого не было давления на связки. И объем, он даже дека заработала. Фортепианная. Ааа! Какая нотка была? Фа диез. Фа диез. Вторая акта. Легко. Фа диез. Груди. А у тебя что, не так, что ли? Толкни воздухом. Толкни. И все. Ты не до конца толкаешь. У тебя получается зажатый. Александр Владимирович скажет, зажатая была ноточка. Ты исканула, ты пошла ва-банк. Толкнешь воздухом. Она сейчас была у меня зажатая, Фа диез. Я толкнула, я выдоха дала. Я расщепилась. Геофрагма срабатывает, мышца срабатывает на толчок воздуха. Голова поступает сигнал на ноту, на высоту. Я сейчас просто, просто брякнула. А когда ты поешь, у тебя же определенный тон, ты-то мелодию знаешь. Ты же ориентируешься по мелодии. И все. Давайте, я не знаю, что мы будем, что ты будешь. Будешь все-таки эту первую ноточку брать грудным ли здесь? Нет, ну здесь тоже можно определиться. Она еще может быть у тебя взята грудью. Может, но если ты очень хорошего выдоха дашь. Попробуй. Я сегодня ничего не возьму. Не возьмешь сегодня? Ну, поорала, видишь, голова как заболела. Потому что все, все сразу. Все время почему-то ошибка, самая большая ошибка, самая большая ошибка, что пережим идет в горло в том случае, связок, если не работает диаграмм. Другого нет. Здесь зажало, здесь, там ничего не работает. А что с вязком делать? Они зажимаются. Ну, пой пробовать или нет? Ну, давайте попробуем. Просто хороший толчок, попробуй все. Сейчас поджал, ты поджал. И как бы продолжение должно быть этого шлейфа. Пошли это место. Да. А ты... Ты можешь сразу же уйти на глиссанду. Ты можешь не сидеть на ней. А медленно начинать спускаться по глиссанду, если так сделать. Давайте попробуем. Не сиди на ней. Тебе сложновато на ней сидеть. Ты ее берешь. Я же тоже не держала ее. Я же ее просто толкнула. Ноточку. Удерживать сложнее. Пошли еще разочкой. Ну, давай не будем мудрить. Давай будем петь головой. У тебя прекрасно получается все. Давай не будем мудрить. Мы еще напоемся. У нас будет рок на третьем курсе. Мы там... Мы там будем, знаешь, с тобой... Ух! Там будем драйвовать. Вот там. Скрипеть будем, штробасить будем. Как надо. Ну, я думаю, что все. Отпущу сейчас. Вас хватит. Вы устали все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.